Настя, Гриша, пропустили вы прошлый сезон, хорошо были подготовлены, а потом не смогли участвовать в соревнованиях, не поехали на юниорский чемпионат мира. Расскажите, что происходило и что вы делали за это время, за прошлый сезон, и как вы теперь будете переходить на взрослый уровень? Да, мы действительно пропустили целый сезон, по причине того, что у нас были травмы, и у меня, и у Насти, у меня была травма ноги, у Насти была колена травма, перенесли операции мы оба, долго достаточно восстанавливались, из-за этого не смогли вообще выступить в предыдущем сезоне, но, к счастью, мы полностью восстановились, реабилитация прошла хорошо достаточно, сейчас уже все в порядке. С новыми силами, в новый сезон. В бой. Действительно, будет сложно, потому что совершенно другой уровень, другие соперники, сложнее программы, сложнее сами соревнования, ну, все абсолютно по-другому, по-новому. Новый уровень, новые мы. Да, и так можно сказать. Какие новые программы? Расскажи мне о своих новых программах. Кто ставил? Ставил Ирина Владимировна, помогал Александр Васильевич, вся наша команда. Короткий танго. Под музыку Эдвина Мартона «Танго Амора», то есть целиком взяли эту музыку, весь короткий танец. А произвольная программа у нас в этом году очень необычная. Интересная, да. Мы взяли музыку группы Imagine Dragons фанда, немного ее сильно интерпретировали. Да. Да. У нас очень необычные образы. Как это назвать, да? Да, ну, как-то сформулируйте. Может быть, тему, если не образы, то тема какая-то. Ну, тема, наверное... Мы, так сказать, изображаем людей из другой реальности. Из другой реальности, из другого мира. Да. Из другой вселенной, возможно, даже. Можно, да, и так сказать. В общем, необычно. Образы очень необычные, нам они очень нравятся. Мы считаем, что нам они подходят. И хотим донести до зрителя эту идею и эмоцию. Когда стали ставить вы программу? Поскольку у вас же был долгий период восстановления, да, и, наверное, чуть раньше могли быть? Произвольную программу, да, мы начали ставить немного раньше, чем обычно. Уже в апреле мы вроде бы, да? В марте. В марте. Ну, в конце марта, в начале апреля мы начали ее ставить. То есть, достаточно, как это сказать, серьезно подошли к этому. Понимали, что новый сезон, новый уровень, и нужно сделать что-то необычное. Запомниться, так сказать. Надеемся, у нас это получилось. Да. Удалось отдохнуть этим летом? Гриша, я по Инстаграму видела, что ты ездила и с Сашей Степановой, и с Игорем Еремином. Когда вы куда-то ездили вместе отдыхать? Да, у нас был небольшой отпуск в мае, и мы вот с ребятами договорились и решили вместе съездить отдохнуть. Где были-то? На Кипре мы были. Понравилось? Да, понравилось, хорошо отдохнули. Много фотографий делали. Но фотографии действительно классные. Загорали. Хотя море было немного прохладное, но отдохнуть получилось. Я была в Турции, тоже очень хорошо отдохнула. Мы ездили в компании, там, с друзьями. Очень много экскурсий посещали в этот раз. Хотя обычно просто лежим на пляже и отдыхаем, в этот раз как-то решили разнообразить наш отдых. Поднимались на гору, ездили на остров Клеопатры, посещали всякие достопримечательности, просто гуляли по городу. Очень понравился в этом году отдых, прям и душевно, и физически отдохнули прекрасно. А потом у вас был сбор в Новогорске, где одновременно готовились наши футболисты. И все видели фотографию Настя, ты с зюбой. Расскажи, пожалуйста, как это было? Я в этом году очень любила гулять, ну не сидеть в номере, а выходила и в беседке сидела, книжку читала. Или там вот гуляла, в общем, по территории, потому что погода была хорошая. Думаю, что в номере сидеть? Пойду погуляю. Иногда выходила и, ну, прям футболисты идут себе спокойненько. Я подхожу, говорю, можно сфотографироваться? Можно, конечно. Все, фотографировалась, желала им удачи. Говорила, что мы все за них очень сильно болеем. Они благодарили меня. Некоторые даже, ну, вот с братьями-миранчуками даже удалось немножко пообщаться, пообсуждать книги, спорт, фильмы. То есть не только о футболе можно поговорить, но другие темы. Да, здорово. Но вы же не только встречались здесь в Новогорске с ними, вы же еще и ходили на матчи. Да. Да, у нас получилось сходить на несколько матчей. Мне очень понравилось. На Россию с Удовской Аравией и на Россию с Испанией мы ходили. И какие эмоции? Сильнее, чем на фигурном катаке. Эмоции просто непередаваемые, вот честно. Мы еще на матче России с Испанией сидели на первом ряду. Я такого не испытывала очень давно. Такого выброса адреналина и радости за свою страну и гордости. Да, действительно, болеешь прям всей душой, полностью погружаешься в это. Я раньше, в принципе, не сильно интересовался футболом, но после этого меня прям захватило, так сказать. Ну, я футболом интересуюсь. У меня брат младший футболом занимается. И я втянулась тоже в него. Футбол. Мне нравится. Ребята, ну и какие у вас планы на этот сезон? Ну, для нас, наверное, в этом сезоне самое главное – это показать себя на новом уровне, чтобы нас увидели, нас запомнили, о нас начали говорить. То есть мы не ставим какие-то глобальные цели, попасть туда, попасть туда, а именно показать себя с новой стороны, чтобы нас запомнили. Да. Успехов вам, ребята. Здоровье самое главное. Еще нужно хотим всех поблагодарить очень сильно за подготовку, за поддержку, всю нашу команду. Ирину Владимировну Жук, Александра Васильевича Свинина, Алену Игоревну Самарскую, Ивана Николаевича Влобуева, наших тренеров по бальным танцам, по акробатике. По акробатическому рок-н-роллу. Да, спасибо им всем большое. Доктора нашего Ливана Георгиевича, Жанну, нашего психолога, Михаил Евгеньевича Войнова, тренеру по ОФП. Спасибо им всем большое, что они нам помогли восстановиться, во-первых, почувствовать заново свои силы, то есть поверить в себя. Спасибо вообще за поддержку родителей. Да, родители, конечно, тоже. Нас поддерживали очень сильно. Не знаю, что было бы еще. Мы бы не справились. Друзьям, которые нас поддерживали и заставляли двигаться дальше. Спасибо большое. И болельщикам, конечно, тоже, которые писали очень много приятных слов, поддержки. Хотя мы не сильно распространялись об этом, но люди знали, писали, поддерживали. Это очень приятно. Спасибо. Удачи, ребята. Спасибо большое. Хорошая.